Многие люди думают, что болтунья – самое простое в приготовлении блюда. Но это сущая ерунда. Это очень тонкое и полное нюансов блюда. Итак, теперь вылейте яйца на сковородку медленно и очень осторожно. Так, что дальше? О, боже, слышите шипение? Это значит, что огонь под этими яйцами слишком сильный. Ну, чем жарче, тем быстрее еда приготовится, тем быстрее Кевин поест. Я не прав? Ну, это отличный аргумент. Но вы же не хотите кормить Кевина с Джоном Мусором. Готовить надо спокойно. А вы что, совсем с ума сошли? Нельзя сыпать соль прямо из солонки на сковородку. Рука, рука – ваш посредник в этом деле. Ясно? То, что вы сделали – кулинарный эквивалент незащищенного секса. Знаете что, вы, сэр, абсолютно не готовы к болтуньи. Прошу вас, сдайте лопаточку. Ладно. Мне только жаль, что нельзя вернуть время, которое я потратил на этот глупый проект. Я приготовлю ему простой тост на завтрак. О, это так низко. Эй, Буэлл, пахнет карелом. Хичкок что, опять жарит кукурузу на батарее? Нет. Это пахнет моей догорающей дружбой с капитаном Холтом. Так что, кукурузы не будет? Доброе утро, Буэлл. О, доброе утро, капитан. После нашего вчерашнего разногласия я почитал твой кулинарный блог. Неохотно признаю, что почерпнул для себя кое-что. Еда – это история. Я приготовил Кевину это. Тепленько. Это крок-месье. Мы с Кевином ели такой дождливым днем в Париже в день первой годовщины. Это одно из самых приятных воспоминаний. Уверен, твоим стандартам не соответствует, но Кевину, кажется, понравилось. Так что, спасибо за рекомендации. Гадость, да? Нет. Просто идеально. Он прирожденный шеф. Теперь понимаю, каково было Сальери. Гадость. Совет. Нет. Лебенка. И ванную. Продолжение следует...